История эта началась в далеком 1969 году. Именно тогда в поселке совхоза имени Ленина местным жителям, работникам сельхозпредприятия, выделили землю под строительство гаражного кооператива. Вскоре на территории, не имеющей никаких обременений, вырос ГСПК-автолюбитель. В начале 2000-х годов один из гаражей у его первых хозяев выкупила молодая семья Трофимовых. По решению суда в 2008 году новые хозяева вступили в права собственности, а в 2009-м выкупили землю у администрации поселения. Казалось бы, можно спокойно жить и пользоваться приобретенной собственностью. Но в 2015-м ЗАО «Совхоз» имени Ленина стал строить новый микрорайон. Нас стали приглашать постоянно в администрацию ЗАО «Совхоз» Ленина с целью, чтобы мы продали свой гараж и земельный участок. Но мы продавать все это отказались, потому как мы им пользовались, и он нам был нужен. Значит, далее ситуация возникла следующая. Перед нашим гаражом в 2016 году был поставлен забор. И пользоваться мы им не смогли совсем. Трофимова подали в суд, который установил, что забор установлен незаконно, и его обязаны демонтировать. Значит, решение суда вот у нас уже год как вступило в законную силу. Ну, к сожалению, пока что там, значит, признали, что права наши нарушил ГСПК «Автолюбитель». А председателем ГСПК «Автолюбитель», по-моему, в 2015 году стал Павел Николаевич Грудинин, выкупив там какое-то количество гаражей. И решение суда до настоящего времени не исполняется. Между тем, многие соседи по гаражному кооперативу, не имея никаких документов на собственность, а под председательством Грудинина сделать какие-либо документы и вовсе будет невозможно, продали администрации свои гаражи и землю. Директор совхоза настаивает на том, чтобы и Трофимовы демонтировали свой гараж и передали землю в собственность поселения. Но у тех даже доступа к своему гаражу на данный момент нет. Вот такая вот история с тем, как строятся новые микрорайоны, как собственники лишаются просто права на свои участки и на свои гаражи.